Ну вот теперь, наверное, хочется поговорить о другом. Такой термин, возможно, кто-то слышал, а кто-то нет, мы, по крайней мере, не слышали с Игорем Точчина, термин сологами. Да, очень распространённый такой тренд за рубежом, когда человек может, получается, жениться сам на себе. То есть создать брак сам с собой. Настолько любит себя, что да, не может без себя любимого жить, и поэтому никто другой ему просто не нужен. Есть даже агентства специальные, селф-мерридж, которые организовывают свадьбу, это уже коммерсанты, они поняли, что есть такие люди, да, мы сделаем этом бизнес, мы будем устраивать такие свадьбы. Насколько это вообще внятно, себя так вести, насколько это приемлемо, и не является ли признаком надвигающейся шизофрении, мы сегодня поговорим с нашей гостьей, психологом Ольгой Бородиной. Доброе утро. Доброе утро, да. Вы знали про такой термин? Первый раз вот услышала вчера, когда пригласили на эфир, честно говоря, была в шоке. Думала об этой теме несколько раз, ну вот есть чем поделиться. С точки зрения психолога, нездоровая тенденция абсолютно. Вообще? Нет, ну потому что если человек любит себя, он, значит, умеет адекватные отношения строить с самим собой, ну то есть понимает себя, уважает, ценит в адекватных границах и видит адекватные границы других людей. Это означает, что у него есть предпосылки для того, чтобы быть в здоровых, гармоничных отношениях с мужчиной или женщиной. Оль, ну любить себя же тоже надо? Безусловно, но в любых отношениях вы с этой темой сталкиваетесь. С родителями, там, с женой, с руководителем даже. Тоже как-то приходится полюбить друг друга, чтобы работать. Полюби меня такой, да? Полюби меня такой, какая есть. Получается, человек уверен, что он самый классный, у него эго очень раздутое, такое, выше его адекватных пределов, и он обозначает миру, что я такой замечательный, классный, и мне никто не нужен для счастья. Ну, не нужен, наверное, в плане того, чтобы жить с кем-то, там, делить кровь, стол и прочее, прочее. Он же может так же общаться с другими людьми, так же на работу ходить, друзей иметь. Наверное, может, но тогда, возможно, у этого, у этой Инденции есть какая-то экономическая причина. Ну, например, не делить имущество. Я тогда, ну, догадываюсь, если у человека есть что защищать, и он не увидит, что он не доверяет кому-то, тогда я бы говорила о комплексе недоверия. Да, почему? Ну, да, логично. То же, что у человека происходит, почему он не может жить... Делиться, да? Да, делиться, быть в адекватных отношениях с людьми. А может быть, это, Оль, те люди говорят, которые эгоисты, вроде как, одни, вот они в семье одни, они все привыкли себе только получать, не делиться. Все мне, да, это мне, это мне, это тоже мне. Ну, я тоже вижу корень эгоизма в этой истории, потому что если человек любит себя, это означает, что он адекватно оценивает и других людей в том числе. Потому что, ну, у него достаточно любви было в детстве получено, в отношениях с родителями, что он умеет контактировать с окружающими людьми спокойно. Если там ему говорят что-то не то, да, что нарушает его, допустим, уверенность в себе, он может это адекватно обозначить, остановить, прекратить и остаться при своем любви к себе, спокойно дальше жить. Ну, скажите, ну, вот мы же знаем, что Запад впереди планеты всей, многие веяния оттуда именно приходят. Не случится ли так, что вот мы сейчас рассуждаем о том, что это нездорово, а через там лет 5-10 это будет уже в порядке вещей? Всякое может случиться, мы же в мире живем. Но, опять же, тенденция Западу склонна к тому, что люди вообще не создают браки и не рождают детей. Ну, тоже история про то, что люди просто не плодятся и не размножают. Мы свободны, мы будем жить свою эгоистичную жизнь и не продолжать потомство. Но если вот не ударяться в этот термин сологами, все равно же себя нужно как-то любить? Есть какие-то вот специальные ритуалы, чтобы, возможно, свою самооценку повысить, вот, именно психологического направления? Это очень важная тема, правильно, что ее затрагиваете, потому что любить себя человек должен уметь. Но мы это получаем в семье, как правило, в возрасте до 3 лет. Это модель отношений с родителями, которая строится по принципу того, что нам дают, мы берем бесплатно. Потом, когда вырастаем, передаем своим детям, там, партнерам и так далее. И, ну, это целый труд, это целая работа, это не один ритуал. Это, ну, какая-то работа с психологом над собой, осознание того, что я делаю, как я говорю, ругаю ли я себя, например, да. У многих людей очень развита самокритика. Это прям целая часть личности, которая выполняет конкретную функцию уничтожения. Сами себя, получается, тем самым этим... Да, поэтому это целая работа, это вообще запрос на целую терапевтическую, ну, работу. Может быть, это разделение на личности? То есть бывает, там, человек там сам с собой разговаривает, и он как вот, нет, это прикрытие просто. Ну, с аллогами вы имеете в виду, как следствие нарушений каких-то внутриличностей. Да, что он общается сам с собой, как бы, и он... Ну, я подразумеваю, что это уже следствие, да, потому что если у человека внутри нет гармонии с самим собой, то, знаете, все, что сверх чего-то в природе, оно же у нас в природе все ровно, солнце, луна, там, день, ночь. Все, что сверх имеет гипертрофированную форму, это не норма, это какое-то нарушение системное. Поэтому я считаю, что, ну, с аллогами в данном случае это системное нарушение. Ну, в тенденции, в социуме нездоровая, потому что это гипертрофированная форма любви к себе. А вот к вам придет такой человек, вы будете его отговаривать, лечить, или все-таки, да, ладно, живите как хотите? Я не имею права человека отговаривать, он сам принимает решение, я могу лишь натолкнуть его на тот процесс, который в его жизни реально происходит, ну, так говорится, столкнуть лицом к лицу с реальностью. А у вас бывают такие пациенты? Которые склонны к салагами? Ну, или к чему-то такому, к нарциссизму, скажем. Ой, к нарциссизму очень много людей, у нас в Сибири. Нарциссизм это, ну, определенное расстройство психоэмоционального поведения, оно временное, конечно, но подвергается коррекции. Нарциссы, вы что, это вообще прекрасная тема. Да, тема, конечно, очень интересная. Ой, я думаю, это надо, да, в следующий раз нам эту тему обсудить уже, ладно. Ну, а мы благодарим психолога Ольга Бородина сегодня у нас. Спасибо большое, что обсудили с нами, нам просто не с кем обсудить с Игорем, поприглашаем вас, потому что такие темы... Конечно, приглашайте. Чтобы нам не стать салагамистами. Новый термин придумали, да. Поговорим хоть с кем-то еще хорошим. Хотя, кто-то любит только себя, а кто-то очень любит цветы. И правильно делать. Сегодня день флориста. Мы поздравляем всех, кто причастен к этому празднику, к этому дню. И, конечно, хотим провести небольшой эксперимент, а точнее уже и правильно провели, потому что Рома Пастушок вышел из зоны комфортности. Он поменял свою работу на более другую, на более красивую. На другую, да.